Так вот мы и живем. Гранатомётики, автоматики, ночная смена спит. Слава Украине. Как вышло так, что вы гражданин России, проработавший журналистом 25 лет в одной из главных американских газет «Лос-Анджелес Таймс». Сегодня в своих 69 лет в украинском окопе сражаетесь за Украину. Самым главным чувством был стыд за то, что здесь творит моя Родина. Нам уже больше никогда не отмыться. Не знаю, у немцев, наверное, это быстро получилось. Но Путин, да и мы сами виноваты. Ну скажем, ладно, коллективный Путин сейчас одел нас в шкуру немцев 45-го года. Мы фашисты. Ну вот я оказался здесь, потому что мне стыдно, и я наконец не журналист. Сейчас это черно-белая война. Здесь все ясно. Здесь с одной стороны фашисты — это мы, русские, а с другой стороны украинцы, которые защищают свою Родину. А на самом деле защищают весь мир против российско-фашистской войны. Извините, если я так лозунгами говорю, но я все-таки журналист в своей прошлой жизни. Я служил в войсках советских. Так что боевой опыт у меня есть с оружием. Это оружие то же самое. Это вот люди оставили свои машины, когда они эвакуировались из Иркиня. Мост взорван. Сейчас мы мчимся к мосту. Там быстро выскочим. И пешая прогулка до Киева. Вот машинки немножко здесь пострадали, потому что очень много обстрелов. Вот. Подходим к речке Ирпень. Ну что, пацаны, идем? Вот там вдали горит экскаватор. В него только что попала Нина. — Сережка, давай, уебуйся. — Сережка, давай, уебуйся. — Дали команду, уебуйся. — Уебуйся. — Здравствуйте, Андрей. — Меня здесь знают даже в лицо. Я два года вел шоу на телевизионном канале «Прямой». Поэтому люди меня знают. Ну и мои книги здесь в Украине, в отличии от России, продаются. И рейс, и аэропорт. Я пришел пешком в Голдосеевский военкомат, и там стояли охранники с автоматами. И если бы я был молодым человеком, наверное, они сразу бы меня, ну, не побили, а тут же арестовали, когда я достал свой молоткастый, серопастый советский паспорт тяжелый штанин. Они просто отчудели, приходит какой-то дед с российским паспортом и хочет записаться в оборону. Они тут же стали всем звонить, или в конце концов, очень быстро до кого-то дозвонились. Он сказал, Лойка, пускай он приезжает ко мне. И далее, я приехал, и вот я теперь занимаюсь тем, я записываю каждый день по пять, по шесть видеороликов с обычными людьми, которые сейчас одели военную форму, чтобы эти ролики посмотрели все, в том числе и Россию, и увидели, с кем они здесь воюют. А чтобы украинцы увидели лица своих мужиков, своих братьев, своих детей, своих мужей. И чтобы они знали, что они их защитят, и враг не пройдет. А вот пулеметное гнездышко. Это у нас, если я не ошибаюсь, ПКМ. Так точно. О! Добрый день! Доброго дня! Как тебя зовут? Меня зовут Вадим. Вадим, сколько тебе лет? Двадцать пять. А кем ты был до войны? Спортсменом. Борец вильного стиля. И все? А профессия? Айти. А что ты не в форме? Это моя личная позиция. Я хотел бы, чтобы они видели, что с ними воюют не воины, а обычные ребята. У меня было много профессий. Ну, последняя. Последняя. Актер кино. Актер кино. А здесь вы какую роль играете? Здесь я командир группы Шуткова Раваня. Что хотите сказать врагу, который будет разбит? Вы нас называли своими братьями, но вы пришли к нам на родину. Это наша родина. Это наш город. Это наша страна. И мы вам ее не отдадим. Вот мы на передовой. Вот дальше этого места. Фашистов не пустят. Буду стоять до конца. Так что не волнуйтесь киевляне, не волнуйтесь украинцы. Город отлично защищен. Вот у тебя есть вот такие херновины. Они стоят горизонтально, чуть-чуть в автомате. Руки не сгинаются. Спина ревно. Пальчики завжди заряжені мають бути. Бо вы маете мігрувати швидко. Это важливый так уж и момент. И вопрос времени. Я слышу крики у вас там рядом. Что происходит? Ребята тренируются. Бегают с автоматами, прыгают, совершают всякие поступки, спасают друг друга. Вот прям я просто не могу сейчас показывать, чтобы не выдавать геалокацию. Понимаете? Товарищ командир, третий взвод в Вышку. Вильно? Вот вчера тренировались кидать коктейли молотом. Дорогие друзья, уважаемые товарищи. Не раздевайте пустые бутылки в дрейбезге. Не бросайте их в пропасть. Даже несмотря на военные действия. Наоборот, они очень пригодятся. С их помощью местные умельцы изготавливают замечательные бандер-смузи в коричневых ящиках. И коктейли молотого рядышком в черненьких. Тренируемся кидать коктейли молотого. Вот так будут гореть фашистские танки. 35 лет назад я был кулеметником. А где вы служили? На превеликий жаль, сказать больно под Москвой в РВСН. Спите спокойно, не переживайте. Ворога мы оттолкнем до самой Червоной площади. И там, на Червоной площади, выпьем по смачной чашечке кави. За вольную Украину. Как вас зовут? Виктор. И кто вы по профессии? Крайняя моя профессия был директором Украинского института стандартных. Это сертификация, стандартизация. Эта профессия может пригодиться здесь? Ну, если российский федеральный институт стандартизации и разработал стандарты по похоронению братских могил, россиян, то мы это внедряемо в життя. И хочу сказать россиянам, идите домой, идите за Уралью свое, за Лесье, там живите, купайте клюкву, плетите лапки, но будете живы, а от нас вечепиться. За кораблем следом, за кораблем. Вот, пока ребята окапываются, автоматики отдыхают. Скоро им предстоит поработать. На что похож, если вы видите отсюда, наверное, оттуда, где вы сейчас, не очень понятно, как выглядит Киев, но если вы его видели, на что он похож сейчас? В Киеве после 7 вечера на улицах, до 8 вечера, до комендантского часа, а иногда и после, можно встретить самых бесстрашных граждан, гражданских людей, бабушек и дедушек, мужчин и женщин, которые все называются на букву С. Знаете, кто это такие? Подозреваю, что собачники. А как вы догадались? У вас есть собака, да? У меня есть собака, да. Вот, да. Вот они не уехали, они в основном сейчас население Киева. Ну, конечно, население Киева больше, чем группы собаки. Есть еще и кошатники тоже, и остальные все. Недавно разговор был между двумя женщинами. Беги скорее, картошку дали. В Киеве. Понимаешь, да? Конечно, это не Ленинград 41-43-го года. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. А как вас зовут? Вера. А кто по профессии? Экономист. Перед войной была домохозяйкой. А здесь вы что делаете? Я стрелок. А вы умеете стрелять? Да, второй раз я. А где вы научились? До СААФ. Ух ты! Хай приходят вот под Киев. Якщо дойдут, тоди уже будем практиковать. Ты его прямо как ребенка держишь? Ну, так, звісно. Он может спасти життя. Скажи, а у тебя дети есть? Не. У меня есть только девчина. Девчина, да? Да. Волнуется за тебя? Звісно. Але все добре. Ой, сяду, сяду. Вишневим саду. Сяду, та гірко заплачу. Ой, вишла с хати старая мати. Та й того сина питає. Що то за пташка? Що за пташина? Я хотела вас спросить про 2013 год. Напомните, пожалуйста, этот известный эпизод с вашим вопросом Путину. И как теперь вообще вспоминается ли вам эта вся история? Ну, я очень долго стеснялся, очень долго стеснялся этого эпизода. Потому что на этой пресс-конференции, она была, по-моему, 19 или 13 января 2013 года. Сергей Лойко, Лос-Анджелес Таймс. Шановне пане президенты, дозвольте, будь ласка, вам за даты... О, просто только что вернулся из Киева, еще в воздух свободы не выветрился. Ну, отлично, давайте. Вы в первой части выступили хорошо, заготовленная речь у вас удалась. Теперь подходите ко второй. Я спросил Путина, есть ли какая-то гипотетическая вероятность, что вы начнете войну с Украиной? Возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Надо получить точный ответ. И при каких условиях? Спасибо вам большое. Вы сравнили ситуацию с Южной Осетией и Абхазией с ситуацией в Крыму. Считаю, что это некорректное сравнение. Он долго там что-то такое по-путински говорил, вилял, мол, нас беспокоит положение наших сограждан за рубежом, соотечественников, любимое слово, за рубежом. Но мы шашкой махать не будем, в общем, это чушь собачья, этого не может быть и не может быть никогда. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. После пресс-конференции ко мне подошли журналисты мои знакомые, потом звонили несколько и говорят, ну ты что, дурак? У нас были хорошие вопросы, нам не разрешили их задать. А тебе дали, Песков тебе разрешил задать Путину вопрос, и ты спросил у него, есть ли жизнь на Марсе. Ну мне было, ты сказали, ты еб***ься. Я говорю, да нет, я правда думаю, что вдруг они, да не может такого быть. Не может быть никогда. Я говорю, ну раз Путин сказал, что не может, значит может. Ты помнишь, 26 февраля 2014 года, в мой день рождения, мне звонит один из них и говорит, Сережа, ты был прав. Я говорю, ну извини. Он говорит, а ведь это ты ему идею подкинул. Так что перед вами виновник военной России с Украиной. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Илья. Сколько тебе лет? Мне 23. А 23 выглядишь моложе. Наверное из-за формы, да? И из-за этого игрушечного автомата? Мабуть. Скажи, Илья, а кто ты по профессии в гражданской жизни? Я працював финансовым аналитиком. Ух ты. Понятно. А что ты здесь делаешь? А тут мы захищаем уридное место. Від окупанта. Скажите, кем вы были до войны? Я працював начальником управления экологии и охраны працев в агрохолдинге Астарта Киев. Киевляне, да и весь мир очень волнуется, что сдадут Киев и что потом. Хай кияни навіть не сомневаются. Мы сейчас воюем на собственных улицах, на улицах, по которым мы водили своих детей в школу. Знаете, я случайно сюда попал. Я приехал из европейской больницы, где лечился от неисправимого гнедуга. А камера моя, все мои камеры оказались в Москве. Раз вы сами сказали об этом, я им не решала спросить вас про рак. Нет, давайте не будем об этом говорить. А то я буду каким-то диким героем, я не хочу. Все. Я нормальным пацаном, я чувствую себя хорошо, видите. Вы знаете, на войне я чувствую себя в своей тарелке. Здесь адреналин лечит все мои болячки. Все нормально. Я рад, я счастлив, что вы берете у меня интервью, что я полезен, что я что-то важное делаю в своей жизни. А не помираю, как старый больной человек на горшке. Ну, надеюсь, я поживу еще некоторое время и смогу быть полезным. А если дойдет дело за стрельбы, то хотя бы одного фашиста я на себя возьму. Сереж, очень личный вопрос. Страх смерти в окопе есть? Нет, я думаю, ни у кого нет страха смерти в окопе. Здесь такой медвежьей болезни не бывает. Понимаете, мы живем один раз, и смерть всегда происходит с кем-то другим. Когда смерть происходит с нами, мы об этом даже не догадаемся. Смерти не надо бояться, ее нет. Это все время происходит с другими людьми. Вот этого надо бояться. А своей смерти бояться бессмысленно. Это не страшно, ребят. Моя семья живет у Каси, в Галасе. Мой сын Степан, моя невестка Тамара, мои внуки Макс и Зоя. И у меня в Москве никого нет уже. И я хочу им сказать, что, дорогие мои, я здесь защищаю и вас в том числе. Я вас люблю. Здравствуйте, Макс. И Зоя, как дела? Я хорошо. Я сейчас в доме, где мы готовы на ночное сплое. Это солдаты, которые защищают Киев от русских фашистов. Мы не были в борьбе, но мы готовы. Это гранат-пространство. О, посмотрите. Машин-ган-рунг. Гранат-пространство из Германии. Мои солдаты и офисеры. Они спрашивают, что они в стороне. Они готовы, чтобы прыгать в любом минуте и начать в борьбу. Я тебя люблю, деда. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok